Беседа 72. Бытие 38.2.3 В прошедший раз повествование об Иосифе довольно поучило нас, как гибельна зависть и как эта пагубная страсть портит прежде всего душу, в которой она зарождается. Вы видели также, как порабощенные этой страстью братья Иосифа забыли самое родство, и брату своему, ничем их не обидевшему, оказали жестокость диких зверей, и, обнаружив тем собственную злобу, не столько повредили брату, сколько себя покрыли бесчестием. Хотя они продали его чужестранцам, а эти перепродали его одному из слуг фараона, но как Иосиф имел во всем помощь свыше, то для него все оказывалось сносным и легким. Я хотел и сегодня продолжать то же повествование и почерпнуть из него снова наставление для вас. Но в него входит еще иное некоторое сказание, которого нельзя оставить без внимания. Объяснив по возможности это, мы возвратимся опять к истории Иосифа. Какое же входит сюда сказание? Это об Иуде. Он взял себе в жены дочь Хананияйна Саву, и, имев от нее трех сынов, взял сказанное в Писании первенцу своему Иру, Фамарь, жену. Но Ир оказался злым пред Господом, и Бог поразил его. И заповедал Анану, взявшему жену брата, восстановить семя брату. Так именно повелевал закон, чтобы по смерти брата, не оставившего детей, другой брат взял его жену и восстановил семя брата. Второзаконие 25.5. Но и Анан оказался злым. Бог поразил смертью его. Иуда, увидев внезапную смерть двух сынов своих, пришел в страх, и, чтобы утешить Фамаря, обещал дать и третьего своего сына, но, опасаясь, чтобы и этот подобным братьям не подвергся наказанию, не исполнял обещание. Между тем Фамарь, утешаясь обещанием, оставалась в доме отца своего, ожидая исполнения обещанного свекром. Хотя она и замечала, что Иуда не хочет исполнить обещание, однако благодушно терпела, не желая вступить в супружество с другим, и переносила вдовство, ожидая благоприятного времени, потому что надеялась родить детей от самого свекра своего. И когда она узнала, что свекровья умерла, а Иуда пошел в Фамну стричь овец, то Фамарь решилась обманом разделить ложе с свекром и от него родить детей. Не ради похоти плоской, нет, а для того, чтобы не остаться без имени. Впрочем, в этом деле было и промышление Божие, почему намерение исполнилось на самом деле. Стих 14. И сняла она с себя одежду вдовство свое, покрыла себя покрывалом, и за крышей села у ворот Инаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. Потом, как бы в извинении ее, Божественное Писание говорит, ибо видела, что вырос сын третий, и ее не дают ему в жену. Поэтому она и решилась на такой обман. Иуда подумал, что это блудница, потому что она закрыла лицо, чтобы не могла быть узнанная, и повернул к ней, и сказал, войду я к тебе, ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне. Он обещал прислать ей козленка. А она же сказала, дай мне залог, пока пришлешь, и взяла залог печать, перевязь и трость. Но никто, слыша этого, не осуждает Фамарь. Как я уже сказал, она служила в этом случае орудием промысла. Почему и она не подверглась какому-либо порицанию. И Иуда не предан осуждению. Отсюда, простираясь, далее увидишь, что от детей, родившихся у него, ведет род Иисус Христос. Кроме того, два сына, рожденные Иудою, прообразовали два народа и были предизображением жизни иудейской и духовной. Но теперь посмотрим, как после удаления Иуды в скором времени дело объяснилось. Иуда сам обвиняет себя, а Фамарь оправдывает. Она, как скоро достигла того, чего желала, опять, переменивши одежды, возвратилась оттуда и пришла в свой дом. А Иуда, об этом ничего не зная, исполнил свое обещание, послал к Фамаре козла, чтобы взять назад данный ей залог. Но после, не нашедшей нигде этой женщины, возвратился, объявил Иуде, что не мог нигде найти ее. Тогда Иуда сказал, как бы не осудили нас за то, что мы оказались неблагодарными, он еще не знал, что случилось. Но когда прошло три месяца и бремя чрева обнаруживало зачатие, а между тем никто не знал о тайном совокуплении, тогда Иуде возвестили, что Фамарь имеет в утробе от блуда, а он, узнав об этом, сказал, выведите ее, и пусть она будет сожжена. Великое негодование, ужасная казнь, потому что грех казался великим. Что же, Фамарь, отослав Иуде вещи, которые получила от него злог, она сказала, чьи это вещи, от того я получила и плод чрева. 663. Заметь, как молчаливая доселе приводит самых достоверных свидетелей, могущих подать голос, и достаточно показать ее невиновность. Так как обвиняемой в таком деле надлежало представить трех свидетелей, то она и посылает три вещи, отданные ей в залог, могущие ясно свидетельствовать в ее пользу. И оставаясь дома, и не говоря ни слова, она одержала победу. Иуда, узнав эти вещи, сказал, она правее меня, потому что я не дал ее шеле, сыну моему, и не познавал ее более. Значит, она невиновна, а я сам себя подвергаю осуждению и открываю свое преступление. Хотя никто не обличает меня, и лучше сказать, у меня есть сильный обличитель, залог, который я дал ей. Потом опять, извиняя Фомарь, он говорит о том, что я не отдал ее шеле, сыну моему. Может быть, так сделалось и по особой причине, о которой я вам скажу. Именно, Иуда думал, что Фомарь была причиной поражения Ира и Анана смертью. И опасаясь того же относительно село Шеллы, он не дал ей этого сына, хотя и обещал, чтобы он уверился на самом опыте, что не она была причиной смерти детей его, а сами они понесли наказание, за свое злонравие, так как сказано, убил его Бог, и опять о другом сыне, умертвил из его. Для этого он по неведению впадает в кровосмешение со своей невесткой. И тогда самым делом убеждается, что не по ее вине, а за свой злой нрав наказаны его сыновья. Сознав свой грех и освободив от наказания Фомарь, Иуда более не знал ее. Тем он показал, что и прежде не совокупился бы с ней, если бы узнал ее. Наконец, после столь обстоятельного повествования об обмане Фомаре, Божественное Писание показывает нам и то, какие дети родились у нее во время родов ее. Показалась рука одного и взяла повивальная бабка и навязала ему на руку красную нить, сказавши, этот вышел первый. Но он возвратил руку свою, и вот вышел брат его, и она сказала, «Как ты расторг себе преграду!» и наречено ему имя Форес. Заметь здесь тайну и предвозвещение будущих событий. После того, как повивальная бабка перевязала младенцу руку красной нитью, чтобы тем отметить его, он вовлек руку обратно и вышел первым брат его. То есть он допустил брата вперед выйти из чрева матери. И таким образом тот, кого считали последним, вышел первым, а кого считали первым, явился после него. Потому что это имя Форес означает пресечение, можно так же сказать разделение. А после него с приметой на правой руке вышел и брат его Зара с красной нитью и наречено ему имя Зара, что значит Восток. И что произошло, это не просто, но было образом будущего. Самое дело показывать, что это произошло не по естественному порядку. Как можно было, чтобы рука, перевязанная красной нитью, опять скрылась и оставила проход другому, если бы божественная сила не устроила того и как бы в тени не предуказала, что с самого начала показался Зара, то есть Восток. Он есть образ церкви. А когда он немного выступил и отступил, началось соблюдение закона, обозначаемое Форесом. После того, как оно имело силу долгое время, опять явился тот, который первоначально отступил, то есть Зара, и весь иудейский порядок уступил место церкви. Но быть может, надо бы снова пересказать вам это в кратких и более ясных словах. Подобно тому, как Зара первый простер руку, Ной и Авраамы, прежде Ноя, Авеля и Инох, начали много заботиться о благоугождении Богу. Потом, когда люди, размножившись, собрали на себя множество грехов, они имели нужду в некотором малом увещании, как некоторая тень, дан закон, не так, чтобы он мог изглаживать грехи, но чтобы он указывал их и делал их очевидными для людей, которые, как малые дети, питаемые молоком, могли таким образом прийти в совершенный возраст. Но когда они и этого не употребили в свою пользу, и несмотря на то, что закон указывал на множество грехов, продолжали ими расплевать себя, тогда явился на земле общий всех Господь и даровал роду человеческому духовное и совершенное устройство, образ которого представлял Зара. Поэтому и Евангелист упоминает о Фомаре и родившихся от нее детях и говорит, Иуда же родил Фареса и Зару от Фомаре. Матфея 1.3 Итак, не будем оставлять без внимания того, что содержится в Божественном Писании, или поверхностно останавливаться на его изречениях, но проникая в глубину его и дознавая заключающееся там богатство, будем славить нашего Господа, который все устрояет с такой великой мудростью. Если мы не захотим испытывать и причины и цели каждого описанного здесь события, то не только ее Фомаре осудим за кровосмешение с свекром, но и Аврааму поставим в вину то, что он в намерении сделаться где-то убийцей, и Финилеса, что он не один раз совершил за один раз два убийства. А если будем тщательно изучать дело каждого из них, то и их не станем порицать, и сами еще получим отсюда великую пользу. Но что касается этой истории и жизни Иуды и Фомари, мы по возможности раскрыли любви вашей. Теперь, если вы не утомились и еще желаете слушать, мы коснемся и последующих событий, и снова обратимся к повествованию о чудном Иосифе, чтобы и сказанного сегодня вы увидели, сколько терпел этот мужественный борец после тех снов, которые предвозвещали ему господство и начальство над братьями, как он переходил от одной борьбы к другой, как постигали его искушения за искушениями, следовали кораблекрушения одно за другим, а кормчий не утопал. И когда наступила самая сильная буря, он управлял своим кораблем, как бы сидя у руля. Но послушаем самого повествования, чтобы дознать все в точности. 39.1 Иосиф же отведен был в Египет и купил его из рук измаильтян, приведших его туда египтянин Патифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. Так как купившие его у братьев были по своим нравам люди дикие и грубые, и они перепродали его египтянину, царедворцу фараонову. И таким образом сын, воспитанный в объятиях отца, переходил от одних господ к другим, чтобы нам не было непонятным, как он еще юный, не привыкший к такому тяжкому образу жизни, воспитанный дома, со всей отеческой любовью переносил это жестокое рабство. Божественное Писание и присовокупляет. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего, египтянина. То, что благодать свыше сопутствовала ему, и все трудности делала для него легкими, она устрояла все, что касалось его. Она и купцов сделала кроткими и расположила продать его царедворцу, чтобы он, мало-помалу идя вперед по этому пути и подвергаясь таким искушениям, мог приблизиться к царскому престолу. И ты, возлюбленный, слышишь, что он терпел рабство у купцов, а потом перешел в рабство к царедворцу, подумая о том, как он не смущался духом, не предавался сомнениям в рассуждении себя самого и не говорил, как лживы те сны, которые предвещали мне славу. Вот после этих снов рабство и рабство тяжкое. Господа у меня переменяются, я перехожу от одного к другому, а другого к иному и принужден приспособлять таких диким нравом. Уж не оставлены ли мы, не лишены ли помощи Вышнего? Ничего подобного он не сказал и не подумал, но все переносил скротостью и благодушием, ибо Господь был с Иосифом. Что значит и все у Иосифа было успешно. Повсюду предшествовала ему благодать свыше и так ясно проявлялось на нем, что заметил это и господин его царедворец. Увидел господин его, что Господь с ним и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. И смискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему, и он поставил его над домом своим и все что имел отдал на руки его. Видишь ли, что значит иметь помощь от десницы вышней. Вот он и юноша, и странник, и пленник, и раб, и однако получает от господина весь дом. Почему? Потому что с высшей помощью он привнес собственный добрый нрав. Благоугодил ему господину сказано, то есть все делал для него с большим усердием. Затем человеколюбец Бог, желая привести его еще к большему благополучию, не освобождал еще его от рабства и не давал ему свободы. Так всегда угодно Богу не уделять, не удалять от опасности людей добродетельных и не освобождать их от искушений, а в самых искушениях являть им такую свою помощь, что и самоискушение делается поводом к торжеству. Поэтому и блаженный Давид говорит, скорби ты расширил меня. Ты, говорит, не отдалил скорби, не дал мне покоя, освободив от нее, но что дивно и необычайно среди самых скорбей привел в безопасность. Тоже и здесь говорит человеколюбец Господь. И с того времени, как он поставил над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что имел он в доме и в поле его. Уже и чужеземи освободился, что мнимый раб один из тех, которые угодны Богу. И оставил он все, что имел в руках Иосифа и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицом. Почти Господином поставил над всем своим домом. Итак, раб, пленник, имел на своих руках все достояние своего Господина. Такова добродетель. Где бы она ни явилась, она везде все побеждает и над всем господствует. Как исчезает тьма при появлении света солнечного, так удаляется всякое зло, как скоро является добродетель. 667. Но лютый звер дьявол, видя, что праведник успевает и что через самые скорные по-видимому обстоятельства делается только более славным, крешетал зубами и неистовствовал, и, будучи не в силах видеть праведника, день это дня приобретающим большую славу, роет для него глубокую пропасть, приготовляет стремнину, с которой думает не звергнуть его в совершенную погибель, воздвигает бурю, могущую подвергнуть его страшному кораблекрушению. Вскоре, однако, он убедился, что идет против вражна и все замышляет только на свою голову. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала «Спи со мною». Для чего сказано о красоте телесной, чтобы мы знали, что он не только имел благообразие душевное, но и телесное. Он был в цвете юности имел хороший вид и прекрасное лицо. А предварительно об этом говорит Божественное Писание для того, чтобы объяснить нам, как плененная красотой юноша и египтянка склоняла его к беззаконному общению с нею. То есть по вручению ему власти над всем домом после удостоверения его такой власти от господина жена это обратила взоры на Иосифа. Какое бесстыдство необузданной женщины, она не взяла во внимание ни того, что она считается госпожой в доме, ни того, что он раб, но пленившись его красотой и предавшись сатанинскому огню, она покушается напасть на юношу и, имея в мысли это порочное намерение, изыскивает только время и уединение, в котором ей можно было бы привести в исполнение свой преступный замысел. Но Иосиф, сказано, не хотел этого, не повиновался, не слушал ее речей, он знал, что это дело принесет ему погибель и не только о себе думал, но старался насколько возможно удержать и ту от такого безумия и преступного пожелания. Он внушает ей мысли, могущие пристыдить ее и довести до сознания собственной ее пользы. Он отказался и сказал жене господина своего, вот господин мой, не знает при мне ничего в доме и все, что имеет, отдал в мои руки. Какая благопризнательность человека, смотри, как он исчисляет благодеяние своего господина, чтобы показать, какую неблагодарность оказывает она своему супругу. Я, говорит он, раб, чужестранец, пленник, пользуюсь у него такой доверенностью, что все в моих руках и он ничего не исключил из моей власти, кроме только тебя. Над всеми здесь я начальствую, а только тебе одной подчинен и только ты находишься вне моей власти. Потом, чтобы нанести решительный удар, он напоминает ей о любви к ней мужа, убеждает не быть неблагодарной супругу и говорит, ты потому не в моей власти, что ты жена ему. Нет больше меня в доме всем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я себе великое зло и согрешу пред Богом? Так как она искала случай быть с ним наедине и выжидала времени, стараясь утаиться от мужа и от всех домашних слуг, то он говорит, как я возмогу сделать это зло и согрешу пред Богом? Что ты думаешь? Хотя бы мы от всех людей могли укрыться, но не можем утаиться от ока всевидящего, и его одного нужно бояться, страшиться и трепетать, чтобы пред его взором не сделать чего-либо преступного, и дабы мы знали все превосходство добродетель этого праведника, и тот, что он не однажды и не дважды, а много раз выдерживал эту борьбу, выслушивал такие речи и не переставал увещевать Божественное Писание и говорит, когда так она ежедневно говорила Иосифа, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Наблюдая за домашними делами, она как зверь, скрижащущий напала на этого юношу и, схватив за одежды, удерживала его. Не оставим этого без внимания, но подумаем о том, какую борьбу должен был выдержать праведник. Не так чудно было, кажется мне, трем отрокам среди вавилонской печи остаться без вреда и ничего не потерпеть от огня. Как чудно и необычайно то, что этот дивный юноша, будучи удержан за одежду этой бесчестной и необузданной женщиной, не предался ей, но бежал, оставив даже и одежды в ее руках. И как те три отрока, за свою добродетель, получив свыше помощь, явились победителями огня, так и этот, за то, что употреблял с своей стороны все усилия и оказывал великое постоянство в подвигах целомудрия, получил и свыше великую помощь, чтобы при содействии десницы божьей одержать эту победу и избежать сетей распутной жены. Можно было видеть после того, как дивный юноша вышел обнаженным от одежд, но облеченным в одеяние целомудрия, и как он бежал, как бы от огня и пламени, не потерпев никакого вреда, и не только не будучи опален, но став еще более чистым и светлым. 669. Но обрати внимание на то, что после такой победы, после такого мужества, за что ему надлежало быть увенчанным, надлежало быть прославленным, он опять, как виновный, подвергается тысяче бед. Эта египтянка, не вынося срама и бесчестия, которым сама подвергла себя, замыслив дело невозможное, прежде всего, создав домашних, обвиняет юношу и свое безумное желание, приписывая ему, старается таким образом обмануть всех. Так обыкновенно действует порог. Всегда, враждуя против добродетеля, он свои преступления старается ей приписывать. Так поступила и эта женщина. Она клеветала на юношу, как распутного, а себя прикрывала личиной целомудрия и говорила, что по тому самому он и одежды свои оставил, а она удержала их. А человеколюбец Бог по долготерпению своему попустил это для того, чтобы тем более прославить своего раба. Когда пришел муж, она все это рассказала с большим коварством и, обвиняя юношу, говорила, раб, еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мной и говорил мне, лягу я с тобою, несчастная и жалкая. Не он вошел к тебе, чтобы обесчестить тебя, но тобой руководил дьявол, чтобы ты не только сделалась прелюбодеться, но если тебе нужно, и совершила бы убийство. В подтверждение своих слов она показала одежду юноши. Подумай при этом, как человеколюбив общий всех людей Господь. Как прежде он избавил Иосифа от желавших убить его братьев и устроил так, что прежде по совету Рувима он был брошен в ров, а потом по совету Иуды продан купцам, исполнение сновидений убедила праведника, что не напрасно и не без цели это было ему открыто. Так и теперь рука Вышнего удержала чужеземца и не допустила его тот час устремиться на убийство юноши. В самом деле, что препятствовало ему это сделать, когда он узнал, что юноша покусился даже обесчестить его ложи? Но благо промыслительный Бог так устроил, что Господин оказал такую кроту чтобы будущее брошен в темницу и здесь опять показал свою добродетель. Иосиф достиг таким образом управления египетским царством. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря, так поступил со мной раб твой, то воспылал гневом и взял Иосифа, господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя. И был он там в темнице. Однако ж, если он не верил, то не следовало заключать его в темницу. А если поверил тому, что слова египтянки правдивы, то Иосиф заслуживал уже не заключения в темнице, а смертной казни и самого высшего наказания. Но когда высшая десница являет свое промышление, тогда все делается легким и сносным, и люди жестокие оказываются кратчайшими. А помощь свыше приходит с щедростью тогда, когда и мы покажем много добродетелей. Так как этот праведник много подвязался, то много получил воздаяния. И после такого мужественного подвига он отведен был в темницу и все переносил безмолвно. Вы знаете, как люди, не знающие за собой ничего худого, подвергаясь осуждению как виновные, сохраняют всю твердость духа, говорят свободно и выступают сознанием своего достоинства против тех, которые возводят на них невиновные обвинения. Но этот не так. Он молчит и все приписывает скротостью, принимает и ожидает с великим терпением помощи Божией. И посмотри, как и в самой темнице он опять получил всю власть от темничного стража и справедлива, потому что говорит в Писании, Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. Что значит простер к нему милость? Значит, Господь преклонил к состраданию начальника темницы и расположил оказывать ему большое благоволение и дал ему Господь благодать перед ним подлинно. Нет блажения человека, пользующегося благоволением свыше и отдал начальник темницы в руки Иосифу всех узников, находившихся в темнице и во всем, что они там не делали, он был распорядителем. Вот как темничный страж уступает свои права, дает ему самостоятельность и всех заключенных в темнице и повелевает им быть под его властью. Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что было у него в руках, потому что Господь был с Иосифом и во всем, что он делал, Господь давал успех. Замечай, как всегда была с ним благодать Божия и как все, что он не делал, было исполнено благодати. Будем и мы заботиться, чтобы всегда иметь с собой Господа и чтобы он всегда благопоспешал делам нашим. Кто угостовится этой помощи, тот и среди бед посмеется им и не поставит их ни во что, потому что Господь все творит для него и благоустрояет во всем споспешит ему и тяжко и делает легким. Как же можем мы всегда иметь с собой Господа и получать от него благопоспешение во всем, если мы будем всегда трезвиться и бодрствовать. Будем подражать целомудрию этого юноши и другим его добродетелям, твердости его духа, будем помнить, что все должно делать с таким тщанием, чтобы никогда не подвергнуться осуждению от Господа, что никому невозможно укрыться от его неусыпного ока, и что грешник непременно должен подвергнуться наказанием. Не будем страха человеческого предпочитать гневу Божию, но будем всегда памятовать слова Иосифа, как же я сделаю этот злой грех пред Богом. Если какой-нибудь помысл смущает нас, то приведем себе на мысль это изречение. И всякое непозволительное пожелание тотчас исчезнет. Если бы кто-нибудь увлекался пожеланием плотским или страстью к деньгам, или другим каким-либо безрассудным удовольствием, то пусть тотчас представить себе, что есть у нас судья, от которого не могут укрыться и тайны пожелания. поступая таким образом, мы совершенно избегнем козни дьявола и получим свыше великую помощь, которой досподобимся все мы благодати и человеколюбиям Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и пресно и во веки веков. Аминь.